Смартфон Duki X5. Отзывы пользователей. Хотите услышать отзывы о других моделях? Подписывайтесь на канал. Характеристики на данный телефон вы можете найти в любом интернет-магазине. Отзыв первый. Телефоном пользуюсь 5 дней. Недостаток 1. Динамик немного шумноватый. Но для меня это не принципиально. Я не меломам. Телефон шустрый, не тормозит. В интернете просто летает. Экран большой. Светопередача изумительная. Никаких лишних программ не натыкано. Все скромно и со вкусом. Батарея при умеренной нагрузке держит больше суток. Телефон. Рекомендую. Отзыв второй. Хороший телефон. Мне нравится. Хорошее соответствие цены и качества. Для работы на каждый день отличный аппарат. Рекомендую. Достоинства. Большой яркий экран. Хорошие углы обзора. Звук тоже. Не знаю почему на него жалуются. Камеры неплохие. Все пока 2 дня работает нормально. Недостатки. Мне нравится задняя панель. Такое ощущение, что это не пластик, а пластмасса. Собирает пальцы. Неудобно снимать. Непонятно, зачем было в защитной пленке делать такой же выстав, как и в транспортировочной. Поэтому по неопытности я снял их обе сразу. Теперь придется тратить деньги. Клеить. Но главное, что вид уже будет не тот. Отзыв третий. На момент покупки в этом ценовом диапазоне, это самый лучший по характеристикам телефон. Все телефоны, которые хотя бы чуть-чуть лучше, стоили дороже. В обзорах говорят о плохой камере и слабой батарее. Действительно, камера не самая современная для 2016 года. Но не стоит забывать о цене телефона. Батареи хватит на день активного использования. Постоянный включенный Wi-Fi, разговоры около 2 часов, плюс игры и серфинг в интернете. Телефон стоит своих денег. Основное достоинство телефона, это экран. Очень качественное, сочное, яркое изображение. Используем на 25% яркости, без ущерба для себя. Экономия батареи в разы. Тач на два касания. Неудобства нет. Игры практически все на два касания. Часть функций можно перенести на акселерометр. Выделяются участки экрана на отдельной кнопке. Акселерометр адекватный. Скачал программу, уровень работает. Пленочка на экране наклеена заводская под защитной. Достоинство это шустрый процессор. Не глючный, как некротые двухъядерники. Вообще не подвисал, пока я не накачал кучезную кучу программ. Слегка начал подтормаживать, но не раздражает. Кстати, сразу устанавливаются на CD-карты. В режиме ожидания, проц очень экономичен. Если не пользоваться батареей, садится очень медленно. Wi-Fi, как и везде, батарею садит быстро. Фильм посмотреть в инете и все. Мобильный интернет работает шустро. Я его не выключаю. Батарею почти не берет. Батарея относительно нормальна. Я бы отнес ее больше к недостаткам. При интенсивном использовании хватит до вечера. Но мне хватает на полтора суток. Когда прихожу с работы, начинает пикать. И просит включить экономию энергии. 15%. Затем может держать, еще длительное время на глазах не тает. Выключается при 3%. Кстати, не пытайтесь разгонять батарею. При первом разряде до выключения телефона не стал заряжаться. Пришлось доставать батарею и запускать ее вручную. Хорошо сосед в этом разбирается. Чуть не отправил телом назад. При повторном случайном полном разряде такого больше не повторялось. При 10-15% ставьте на зарядку. По замерам на некоторых обзорах выдает 2050 мА. Это же китаец. Все бюджетные китайцы нас дурят. Камеру относим к недостаткам. Ниже среднего уровня. Делать фото только в солнечную погоду. Хорошо фокусирует макро. Например, текст. Фоткать можно. Вполне достойно и читабельно. Для любителей красивых фото не подойдет. Мне достаточно на праздники, отдых, есть фотоаппарат. Даже крутым телефоном к ним еще далеко. Фронтальная камера обычная. Еще недостаток. Датчики расположены сбоку. Срабатывают не всегда. Нет, они работают. Но когда разговариваешь, их можно не закрыть и экран не тухнет. Подойдет для людей с большим лицом. Недостаток. Задняя крышка заканчивается на половине корпуса. Выступает бортиком. Как будто на крышку одета еще одна крышка. Логика дизайнеров непонятна. Хотя угловатый дизайн мне нравится. Динамики в принципе норм. Средние. Основной громкий. Не басистый. И не пищалка. Разговорный завален в сторону фасов. Непривычно. Но очень комфортно. Наушники в комплекте не было. Недостаток. Зарядка некачественная. При заряде невозможно пользоваться телефоном. При нажатии на экран дрожит изображение. Хорошо осталась зарядка от бывшего телефона. При заряде ничего не дрожит. Преимуществ намного больше чем недостатков. Достоинства есть все функции. И если что опять потерять. То не жалко. Рекомендую. На этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр видео до конца. Делайте лайки на видео. Хотите услышать отзывы о конкретных моделях. Пишите комменты. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...